Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы города Инза почти со всех сторон оккупировано благоустройством. С передней части, вокруг индийской достопримечательности паровоза, построили транспортную кольцевую развязку. Перед этим поменяли все подземные и наземные коммуникации. Линии электропередач, водопровод, газопровод и связь. У собора поставили автобусную остановку, а для автовладельцев вокруг церкви будет четыре парковки. С южного бока собора разбили сквер под названием «Уголок для души». Его создавали на грант губернатора области. Инициатор этого строительства местный активист Александр Кечин в этом году закончил духовную семинарию. Владыка Филарет рукоположил его в Адиакона. И сейчас создатель сквера проходит практику в Инзинском соборе. Праздник воздвижения креста Господня уходит своими корнями в 4 век нашей эры. Мать императора Константина, равнопостальная Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Христа, а также Святой Крест. Ей указали на место, где находился языческий храм Венеры. Здание разрушили и начали раскопки. Наконец, нашли три креста. Чтобы узнать, на каком из них был распят Господь, их приложили поочередно к покойнику. Первые два креста показали нулевой результат. А когда усопшего приложили к третьему, то тот воскрес и попросил поесть. Крест по просьбе собравшихся подняли. И в честь этого события был учрежден праздник. Праздник. В своей архипастерской проповеди преосвященный Филарет рассказал историю самого праздника и его смысл. Крест из орудия жесточайшей казни после распятия на нем Иисуса Христа превратился в символ спасения людей от страстей. Увы, но в первозданном виде сам крест не сохранился. Его разобрали по частям и разнесли по храмам всего мира. Но тем не менее мы веруем, что крест Господень живопарящий всегда с нами. Духовное знамение победы Господа над смертью и знак вечной жизни, потому что крест это есть знак вечной жизни. Он как раз и даруется нам для того, чтобы мы с вами, как синяя себя крестным знамением, не просто меня чур меня или что-то еще, но обязательно сказать Господи, живот вечный, сохрани душ. Работы по благоустройству, прилегающей к храму территории, завершатся к концу октября этого года. Их стоимость 91 миллион федеральных рублей. Осталась, как говорят строители, мелочевка. Но она, как известно, самый затратный по времени этап. Дмитрий Гурин, ведя студию барышеской епархии, специально для Уллправда ТВ.